Всем добрый день! Как всегда, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовим снежно-белоснежный, очень вкусный и очень простой рулет с творожным кремом. Я надеюсь, он порадует вас и ваших домашних, как в обычные дни, так и на праздники. Для приготовления нам потребуется 5 крупных яиц. У меня самая крупная категория. Их нужно разделить на желтки и белки. Белки пока оставим в сторонку и займемся желтками. Здесь у меня 180 грамм сахара. Добавляем примерно 2 третьих из этого количества. Добавляем сюда кипяток из чайника. 2 столовые ложки. И 2 столовые ложки растительного масла. 1 пакетик ванильного сахара. 10 грамм. И хорошо размешиваем просто венчиком. Миксер нам тут особо и не нужен. Муку обязательно просеем. 180 грамм. К муке добавим чайную ложечку разрыхлителя. Вот так, под нож. И слегка перемешаем. И теперь эту муку с разрыхлителем добавим к желткам. Хорошо размешаем. Получится достаточно такое густое тесто. Величина яиц здесь очень важна. Поэтому, если у вас совсем мелкие яйца, свободно берите 6 штучек. Берем 5 белков. Добавляем к ним щепотку соли. И не забудем про остатки сахара. Взбиваем сначала на низких оборотах, а потом на высоких, постепенно добавляя сахар. Сначала взбейте слегка сами белки. И когда они побелеют и вспенятся, тогда добавляем сахар. Взбиваем вот в такую хорошую устойчивую пену, но не совсем прям до такого состояния, чтобы они стали очень крепкие белки. До такого среднего состояния. Миска, вот, мы можем миску перевернуть, но тем не менее, они слегка подвижные остаются. Как бы совсем-совсем по чуть-чуть стекают по миске. Не прям вот из их, видите, по краю пошло. Не знаю, как объяснить еще более точно. И добавляем теперь белки по 2-3 столовые ложки в тесто. Аккуратно вмешивая венчиком. Старайтесь делать движение снизу вверх. Первая партия, конечно, будет вмешиваться с трудом, потому что достаточно плотное тесто. Но все остальные постарайтесь более осторожно, более нежно вести. Стараемся это делать не слишком долго, но и не слишком, скажем так, нагло, активно, осторожненько так. Вот такое вот нежное, воздушное, льющееся, так лениво, с венчика тесто должно получиться. Все, духовка уже должна обязательно быть разогрета к этому моменту на 170 градусов. Выливаем тесто в подготовленную форму. Буду выпекать в стандартном от моей духовки листе, который я ничем не смазывала, просто застелила силиконовым ковриком. Можно застелить пергаментной бумагой. Стараемся, чтобы получился равномерный слой по толщине. И все, выпекаем. Доставать я предпочитаю на просто чистое полотенце хлопковое. Если вы предпочитаете доставать на бумагу, можете использовать просто лист бумаги. Я беру щепотку сахара и чистое полотенце и слегка посыпаю полотенце сахаром. Выпекался у меня рулет вот до такого золотистого цвета ровно 20 минут. Больше, потому что я хотела, чтобы он был более такой толстенький, более пышный. Если будете при более высокой температуре выпекать, он будет более тонкий и будет готов примерно за 12 минут. Поднимаем его просто за край коврика и выкладываем на полотенце. И сразу же снимаем. Я хочу слегка сделать пару надрезов вот здесь, потому что он здесь довольно-таки толстенький получился. Поэтому можно слегка совсем небольшие такие насечки сделать и потом уже сворачивать. Берем крашик полотенца и просто подворачиваем вместе с рулетом, вместе с тестом. Ни в коем случае сейчас его не оставляем, просто так на столе. Обязательно берем какую-то решетку и выкладываем на решетку, чтобы он не отцаревал, не отмокал, не отпыхал, не знаю, как еще сказать, от стола, от поверхности рабочей. И вот прям вот таким вот образом, завернутым в полотенце, оставляем его полностью охладиться. Что используем для приготовления крема? 120 грамм сливочного масла, обязательно мягкого комнатной температуры, поэтому заранее достаньте его с холодильника и пусть оно полежит на столе. 10 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахарной пудры. И, конечно же, раз у нас творожный, сырный крем, берем вот такой вот крем-сыр. 400 граммовки, как раз это две упаковки. Хочу показать упаковку для тех, кто здесь живет. Я использую вот такой, вот он самый классный. Берем масло, добавляем к нему сахар и ванильный сахар. И хорошо в течение нескольких минут, до побеления практически, взбиваем миксером. Такая заметка еще, масло должно быть комнатной температуры, а сыр должен быть холодным из холодильника. После того, как хорошо взбили масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавляем крем-сыр. Вот видите, какой он достаточно плотный, хорошо охлажденный. И просто, теперь уже не нужно сильно долго взбивать, хорошо размешаем, соединим. Вот такой вот очень плотный, устойчивый, творожно-масляный, сырно-масляный крем получается. Очень нежный на вкус. Рулет достаточно быстро охлаждается. Просто разворачиваем его вместе с полотенцем, так же, как мы его и свернули. Смазываем рулет кремом. И снова сворачиваем теперь уже смазанный рулет. Как-то идеально его выравнивать не нужно. Он будет красивее смотреться, даже если оставить какие-то полоски от ложки, от лопатки. Теперь осталось только слегка украсить его снежно-белоснежно, потому что украшать будем его кокосом. И теперь еще вверх можно украсить гранатом. Это будет очень красиво выглядеть. Красные ягоды на белоснежном креме с кокосом. Такой вот красавец получается. Теперь можно оставить его в холодильнике на пару часиков для того, чтобы все как нужно пропиталось, вкусы все соединились. Ну, в принципе, по большому счету, можно есть его и сразу. Если вам нужен срочно сладкий десерт. Давайте разрежем этого красавчика и покажу, какой он на разрезе. Рулет получается необычайный, нежный, сочный, воздушный. Классный крем. Сладко, с легкой ноткой соли. Это просто потрясающе вкусно, с нежным бисквитом. Просто супер обязательно попробуйте. Советую. Такой нарядный, но очень простой рецепт, который пригодится вам, как я уже сказала, и на праздники, и когда нужно быстро что-то приготовить для гостей, и быстро порадовать чем-то своих домашних. Всем вкусных рулетов! До скорой встречи на моем канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!